Вот после черного затримания и черного господарства вызволения с фронтменом «Дай дорогу» поразмолял наш коллега Александр Папко. Ваши увази. Что я думаю делать? Не знаю. Спрошу у людей, если они видят во мне мученика, и я рожден не музыкантом, а революционером, то буду топить дальше. До юристов вы взвертались, какие вам могут помочь? Я очень сильно удивляюсь, что в нашей этой всей системе, как она сейчас себя вообще показала и раскрылась, существуют такие понятия, как право на адвоката. Для меня это просто какой-то бред. Я извиняюсь за свое ненормативное, но у меня аж прям слов не хватает. Поэтому, когда ко мне пришли адвокаты, я подумал, ничего себе, как их сюда запустили, вообще с какого переляку, когда у нас суды просто клеят непонятно что. Я вот сидел с парнями, которые мы в одной камере были, так он говорит, я на Востоке был, это далеко от событий вообще, которые, понимаешь, на Монтане. То есть это два разных района. И говорит, приехала машина, а он говорит, ну я в машине сидел там с каким-то другом со своим. На улице вообще никого. Подъехала машина, а им просто нужно количество людей. И все, начали тарахтеть по дверям, тарабанить, они открыли их, положили на пол, потом в автозак. И на суде говорят, что вы были в это время, там в какое-то непонятное, говорит, где-то на улице, там Машерова, говорит, а я был на Востоке. А она просто слушать не хочет и записывает, и все. Десять суток, и все. Просто какое может быть права, какие могут быть твои соблюдены и вообще. То есть для меня появление адвокатов вызвало просто очень сильное удивление. Ко мне приходили вот эти женщины-адвокаты, очень интересные девушки, такие позитивные. Но до такой степени, говорит, они устали от тем, что они встречаются. И то, что они потеряли надежду на какую-то правду, на то, что это все будет наказано, все вот эти вот выходки. О том, что восторжествует, как бы, ну, честное слово, там и все такое. И пришли ко мне в изолятор, чтобы я им рассказал хоть немножко, чтобы они почувствовали какой-то там просвет в конце туннеля, когда мы в полной темноте, и хотели вот от меня услышать, что что-нибудь вдохновляющее. Прикинь, я, блин, в шоке был. А я из подвала выхожу, надеюсь, там пероможем и заживе Беларусь счастливо. Но так, как у нас, как я говорил, милиция, я говорю конкретно, говорю, что я борюсь с сатаной, которая, то есть, ну, сидит во главе всего, и вот эта вот вертикаль, и вся эта пирамида спускается прямо до учителей школы, которые фальсифицируют выборы. Но они смеются, когда вот такой вот у нас был разговор. У нас был такой, у меня был свободный микрофон, грубо говоря, со следователями, мы разговаривали там на разные темы, но они говорили мне, что, типа, лучше пускай будет так, вот как сейчас эта вся система настроена, чем, типа, мы все будем перестраивать 10 лет, говорит, минимум. Ну, я как бы с ними согласен, но я стоял на том, что лучше все-таки может перестроить. Но так как они, во-первых, ничего в жизни делать не умеют, во-вторых, как бы до пенсии осталось пару лет, почему бы эту систему и не оставить, правильно?